Семьей и деньгами в Башкирии Кассирбанка пропала после исчезновения 23 миллиона рублей. 28 мая 2019-2057. Анатолий Караваев. Полиция Башкирии объявила в розыск Кассирбанка, которую подозревают в хищении около 23 миллионов рублей. Женщина скрылась в неизвестном направлении, а вместе с ней исчезли и ее ближайшие родственники. Куда могла отправиться сотрудница Рассельбанка с семьей, которая до этого вела в маленьком городке Салават вполне обычную жизнь, пока неизвестно. МВД обнародовала приметы беглянки и готовится возбудить уголовное дело. В Башкирии бесследно исчезла кассир Рассельбанка, которая перед этим похитила на работе около 23 миллионов рублей. Вместе с ней пропала и ее семья. Полиция опубликовала приметы и фотографию женщины, объявив ее в розыск. Инцидент произошел в понедельник, 27 мая, в небольшом городе Салават. Старший кассир местного отделения Рассельбанка 36-летняя Луиза Хайрулина отпросилась пораньше с работы, а спустя некоторое время выяснилось, что вместе с ней исчезла крупная сумма в евро, рублях и долларах. Общий ущерб составил порядка 23 миллионов рублей. Деньги, как выяснилось, женщина вынесла в одной объемной сумке. Полицейские отправились к ней домой, однако там не обнаружили ни ее самой, ни ближайших родственников. Вместе с Хайрулиной в неизвестном направлении скрылся ее муж, 41-летний Марат Хайрулин, двое дочерей, а также сестра и свекор. Сообщается, что исчез и семейный кроссовер. Впрочем, уехали Хайрулины на нем или нет, пока не ясно, машину объявили в розыск. В полиции Башкирии информацию о крупной краже смогли прокомментировать СМИ только во вторник днем. В ведомстве подтвердили факт хищения и объявление в розыск предполагаемой похитительницы. МВД Республики разыскивает Хайрулину Луизу Рамелевну, 1983 года рождения, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 20 миллионов рублей из банковской кассы в Г. В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении ведомства. На сайте Республиканского МВД опубликованы фотографии и приметы кассира, а также телефоны полицейских подразделений, куда можно сообщить информацию о женщине. При этом о ее родных ничего не сказано. В пресс-службе ведомства во вторник вечером РТ рассказали, что не могут сообщить никакой дополнительной информации, помимо той, что была опубликована в пресс-релизе. Таким образом, по факту пропажи денег до сих пор продолжается доследственная проверка и уголовное дело не возбуждено. В свою очередь, в пресс-службе Росельхозбанка РТ попросили прислать письменный запрос, однако на момент публикации ответа на него не пришло. В администрации Салавата во вторник пытались собрать информацию о семье кассира. Замглавы администрации Салавата по социальным вопросам Дильбар Мустрофина заявила корреспонденту Медиакорсети, что семья Хайрулиных на учете семей, нуждающихся в социальной господдержке, не состояла. Получение информации о пропавших затрудняет и то, что исчезнувшая с деньгами кассир удалила почти все свои аккаунты в социальных сетях. А еще недавно она достаточно активно делилась там с друзьями событиями своей жизни. Например, она порадовалась за восьмилетнюю дочь Милену, которая стала призеркой соревнований по плаванию. А Ти удалось ознакомиться с одним из аккаунтов Луизы Хайрулиной, который она не удалила, Вероятно, из-за того, что потеряла к нему доступ, последний раз женщина заходила в него 1 марта. Там сообщается, что Хайрулина окончила школу номер 23 в Салавате, куда до настоящего момента ходили и ее дети. После школы она отучилась в местном индустриальном колледже, а затем в Башкерском госуниверситете. Сразу после окончания вуза, летом 2006 года, она начала работать старшим кассиром в банке и с тех пор, если верить указанной информации, место работы не меняла. Жила Хайрулина в доме 38 по улице Бикитова. Примечательно, что в графе «Живу сейчас» она также указала Курган. Также не исключено, что Хайрулина могла направиться в сторону находящегося относительно недалеко Казахстана. За последнее время это не первое дело, связанное с преступлениями, совершенными банковскими кассирами. Также в мае нынешнего года во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении кассира одного из городских банков, которое украло из учреждения несколько десятков миллионов рублей. В процессе исполнения своих должностных обязанностей, в которые входила в том числе и загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов, фигурантка умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе, сообщили в надзорном ведомстве. По версии следствия, старший кассир, имевший стаж работы свыше 10 лет, в общей сложности похитила более 28 миллионов рублей и незаконные действия были выявлены службой собственной безопасности банка. В ходе следствия представителям потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении причиненного банку ущерба. В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.